Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что правда, что нет Неразборчивый разрушитель А если добавить, что соединение Сатурна с Ураном Стоит практически на самой верхушке гороскопа на МЦ Говорит, всегда социально будет успешен Но это человек, который пришел сломать Устоявшиеся стереотипы И создать стереотипы новые Венера в Близнецах никогда не будет верным в любви Никогда женщинам, ну или не женщинам Не приходится ждать от вас Лебединой верности Но и как настоящий телец В жизни основной целью видит Только получать удовольствие от этой жизни И сделает все для того, чтобы это удовольствие было стабильным Потому что все тельцы стремятся к стабилизации К тому, чтобы удовольствие длилось вечно Конечно, у него такие повадки Что сразу видно, что он не скрывает своих наклонностей Да? Тебе не помешает это? Мне не помешает Василиса, знаете Позвольте, я немного добавлю Я часто покупаю различные газеты, журналы Чтобы в перелетах разгадывать кроссворды Я люблю этим заниматься И в конце там всегда есть гороскопы Я их читаю И мне всегда было интересно посмотреть хотя бы раз в своей жизни На человека, кто пишет все это ахинею Сегодня я... Моя мечта просто исполнил Спасибо Первому каналу Вы знаете, ваша мечта не сбылась Потому что я в эти самые журналы не пишу гороскопы И то, что там есть, это вообще не гороскоп Это, во-первых, астрологический прогноз, который выполняется только по солнечному знаку зодиака И который к астрологии реально не имеет отношения никакого Поэтому ошиблись Спасибо, что объяснили Потому что на вас же индивидуально смотрит Василиса Гороскоп Конечно, индивидуально Ой, ладно, что на парня-то набросились Кто набрасывался? Разве набрасывались? Ой, это у нас сразу взаимная любовь Я вас вообще обожаю А такой-то, чтобы не нравился Я вот тут справочку-то навела Даже не одну, а несколько Иван заработал за последние несколько месяцев Два с половиной миллионов долларов У него, помимо квартиры, которую Иглесис подарил У него еще две машины, которые, кстати, иностранного производства Папа подарил, наверное, Хулио Не знаю Ах, не подарил машину Две тысячи долларов Да какая разница? Рублей или долларов Он заработал сам Доллар Вы сестричка Вы замужем? Сейчас нет Ага А мама-то знает, что ваш братик чем занимается? Ну, естественно, конечно Родители в курсе Ну, так в человеке заложенность С этим уже ничего не сделаешь Это же не болезнь, которую нужно лечить Это уже любимый сын И родители всегда принимают своего ребенка таким, какой он есть А в каком возрасте выяснилось, что вот он такой, какой есть? Ну, это лучше у него спросить А я и у него и спрашиваю Я просто вообще до речи потеряла Когда его увидела, если честно Мань, что скажешь? Что скажешь? Завидная партия Экспериментировала в своей жизни Я это не скрываю Да, у меня были длительные отношения с женщинами и с мужчинами Что там такого? Но вы знаете, это... Ой, я тоже точно не сижу здесь для того, чтобы обличать Для меня человек либо есть, либо нет Мне всем интересно и не интересно Вот уже с кем он и как он... Я совершенно... Послушайте, я закончила театральный институт Всем спрашиваю преподавателей Бизнес, в котором я как бы живу Здесь это... Ну, а что ты так на меня смотришь? Лариса, я просто на нашей программе прохожу пару свой ликбез В общем, мне тоже интересно Эх, Роза, жизни надо все Вы же суррогатную мать хотите, правильно? Ну да, я хочу иметь ребенка На данный момент А женщина, послушайте, вот ты говоришь, любовь-любовь Я тоже за любовь, пускай в разных ее проявлениях А потом раз вот она сейчас не узнает о том, что А потом раз в интернет влезла, послушает, инсульт с инфарктом не случится Суррогатной матери деньги заплатили, и это не ее общение Должно касаться Так у нас что, невесты суррогатные, что ли, придут? Нет, а сегодня придут невесты настоящие Ну и что, всякое пишут, гадость И про меня тоже, а я прелесть Поэтому давайте будем говорить сегодня о любви Меня другое смущает Правда, что вы хотите в браке отдельной спальне В таком-то возрасте, в молодом, 23 года? А спать в разных комнатах, между прочим, намного интереснее Любовь сильнее и крепче Понимаете, это так было, например, даже в какие-то былые времена, да, в средневековье Когда у супругов были различные спальни Когда мне будет хотеться, я буду приходить, собственно говоря, делать все дела И ходить обратно, спокойно высыпаться Для меня это оптимальный вариант Я изначально... Я все-таки, да, поправил бы вас Все-таки, я считаю, что без веских на то основании Вот ребенка лишать права иметь маму Это, наверное, все-таки неверно И поэтому я предлагаю изначально контрактные, в принципе, отношения Он такой опупительный пацан Валентина, а что у вас с лицом? Как будто вам кипяток на руки пролили Нет, нет, я просто внимательно слушаю А, ну понятно Александр, а вы с какой стороны друг? Друг, хороший друг Сердечный? Нет У нас у всех есть аниме, женское начало и анимусы, мужское Вот в нем, по-моему, у женского начала больше аниме Мне вот, например, очень интересно Почему Энрике, потому что вы работали, я так понимаю, как минимум вместе Почему он окружает себя русскими людьми? Вот что он находит в русском характере? Иван, Анна, почему? Рынок, рынок, ребята, деньги О чем вы говорите? Потому что так, как встречают у нас здесь Корпоративы Звезд Те суммы, которые платят за корпоративы, ему здесь не платит ни одна страна мира Да, и, наверное, те корпоративы, которые находите вы Я работаю с процентами, я тоже плачу 10% человеку, которому не находят работу Конечно Почему нет? Поэтому я понимаю ваши отношения, это нормально? Они уже обязательно пишут, что, о, такой-то, такой-то выложил там баснословную сумму И он будет на устах у людей Иван, поскольку вы пришли с серьезными намерениями, как вы говорите, давайте не будем девушкам морочить голову, которые пришли за вас бороться, да? Определимся Вы будете, наверное, составлять брачный контракт? Конечно, разумеется Я предлагаю контрактные отношения изначально И какие самые важные пункты будут в этом контракте? Мы не оформляем законный брак И ребенок Ну, в графе отец будет прописан я В графе мать, я думаю, все-таки будет стать прочерк В прочерк будет в графе мать? Я думаю, да Ой, как жестоко Ну, номинально он будет ребенка общаться с своей матерью, почему-то я не буду запечатать им общаться Мы даже, может, даже, скорее всего, будем жить вместе, почему нет? Ну, это ребенок все равно будет знать, кто его мать Тогда почему вы лишаете мать права быть матерью этого ребенка? Ну, вы знаете, ну, мне это нужно с точки зрения документов по определенным юридическим вопросам, да? А так-то они будут жить под одной крышей и общаться каждый день и так далее, я никого не лишаю То есть вы и жениться готовы даже? Ну, нет, я... Нет, он не хочет жениться Потом, вот смотрите, Иван, давайте так определимся Потому что я очень конкретный человек, и мне нужны конкретные вопросы Вы детей не любите? Нет Вы детей не любите, но вы их хотите, зачем? Ну, во-первых, по поводу нелюбви к детям я поясню, не нужно считать меня каким-то монстром, да? Я считаю, что ребенка по-настоящему может полюбить взрослый человек Я считаю сам себя пока еще ребенком и сам себе это культивирую намеренно А зачем тогда приходить так рано на прогресс? До курса сходить? Этот ребенок, он мне нужен, скажем так Потому что я прекрасно понимаю, что мои взаимоотношения, в которых я сейчас нахожусь Они закончатся сейчас какой-то промежуток времени Причем даже, скорее всего, очень короткий промежуток времени И мне нужен будет, скажем так, какой-то момент, чтобы быть уверенным в том, что какие-то рабочие или финансовые взаимоотношения будут продолжаться Да, это так цинично и жестоко, я об этом говорю, да Да, потому что многие мужчины, которые, ту ориентацию, которую вы озвучили, зарабатывают приличные деньги И, конечно, не хочется, чтобы после смерти дербанили их двоюродные дядьки и деды Поэтому хочется, чтобы осталась после тебя родная кровь, наверное, из этих соображений Хочется родственника, для кого ты все это делаешь Но вам 23 года, и как вы начнете эту жизнь вообще взаимодействовать с близкими? У меня много помощников Он человек, который обеспечивает У нас большинство семей создано по такому принципу Мама воспитывает ребенка, а папа вошляет Валентина, а какая у вас семья? Кто у вас родители? Ну, родители у нас папа, так скажем, инженер, а мама, она домохозяйка А вы откуда приехали? Мы из Москвы Вы живете в Москве, да? Да, мы коренные москвичи А вы чем занимаетесь? Я сейчас закончила обучение, потому что я сменила направление деятельности И вот с нового года буду осваивать новую профессию Но не в шоу-бизнесе? Нет Иван, а у вас какое образование? Я в этом году получаю образование, заканчиваю филфак, журналист А вы хоть имеете опыт-то? Вот я сейчас уже более-менее разбираться начала С девушкой-то встречались? Там были как у вас отношения? Конечно, были отношения с девушками и не раз, разумеется, и бурные романы И вот там последние отношения с девушкой, которые у меня были Вообще закончились очень так жестко, скажем, потому что мы познакомились на одном из светских мероприятий Я не читал на тот момент российскую прессу И оказалось, что это дочка известного политического деятеля, скажем так, политика Я не буду называть фамилию, сами понимаете И вот у нас связались отношения, и отец ее был резко против Потому что на тот момент в западной прессе уже было очень много информации обо мне И он все это знал, и он был резко против, а она хотела стать певицей А все-таки это моя профессия, продюсер И, конечно, был нужен скандал, люди платят за это, поэтому же отец Нам нужен был бюджет, чтобы начать ее раскручивать, скажем так, да И отец вообще стал в позу резко против того, чтобы она была певицей его дочи И связалась со мной и так далее Это стало причиной для расставания? Ну да, да, когда началось вообще, ой, все это началось, я уехал жить за границу И все это вообще стало очень тяжело Но просто там вопрос был поставлен ребром Скажите, вот за границей, квартиры в центре Ну это все благодаря вот вашему продюсированию, да, все-таки, Энрике? Да, последний год все это образовалось у меня в жизни Я этого не скрываю, я не люблю кисть, во-первых, я не люблю рассказать, что у меня есть, что у меня нет Я вот это очень не люблю, я все-таки... Никто не любит, да, да, это не... Вы уж все нарыли, да А, конечно, все это образовалось благодаря, ну, это последний год, скажем Да, видишь, он где-то заработал так деньги Он говорит, что Энрике купил квартиру в центре Москвы У вас есть мечта, Иван? На данный момент я все-таки, вот, вы знаете, у меня... Вот я 8 лет грыз землю и бился И у меня столько было мечт, которые, к счастью, я реализовал за этот год А вредные привычки, вот, тоже нарыло Ну, вот, вы знаете, у меня действительно были проблемы с алкоголем Серьезные проблемы с запрещенными препаратами Нервные срывы, все это у меня было в жизни Ну, и сейчас-то как со здоровьем? Сейчас, слава богу, все хорошо А чего боитесь? Вот, больше всего на свете Честно, честно, больше всего на свете я боюсь бедности Правильно Бедности в каком смысле? Вот, финансовом? Или это тоже, ведь, в разных классах? Ну, наверное, финансовом имеется Я считаю, что это ничего унизительнее Да, спасибо, у меня все сложилось У меня сложился этот пазл Я имею представление о вас свое собственное А не из других передач Вот, поэтому я готова к тому, чтобы встречаться с девушками Которые придут за вас бороться И я уже могу, как бы, начать советовать Да, и сестра родится Не от него, а от себя И живут сестрой Вам нужна девушка из вашего бизнеса Вам нужна девушка эпатажная, легкая Которая с вами договорится С которой вы договоритесь Примет ваши правила игры И вы начнете с ней жить, приумножая то, что у вас сегодня есть То есть у вас должны быть такие абсолютно договорные Контракты отношений Чем я говорил заранее Я честен с самого начала, когда пришел сюда Тогда давайте не будем в суе слово «любовь» произносить, хорошо? Конечно, я вообще в него не верю, поэтому Мой мальчик Ну, от того, что Инрики любят курников Он любит себя, поверьте, он любит себя Все любят себя Роза? Ну, а что, бизнес есть бизнес Ничего личного Приходит клиент Не мне ему там чего-то учить и объяснять И говорить Хотите такое, значит, будет такое Раз урагатная мать нужна, значит, по сути, молодая Чтоб здоровая была Генофон Красивая обязательно Ну и чтоб, конечно, пародословно бы тоже неплохо было посмотреть Да, породистая До первого колена может получиться А так бы желательно до третьего колена Потому что ген пальцем не размажешь Это абсолютно верно, спасибо Я уже не подхожу Там есть моложе и здоровее Наверняка Откуда ты знаешь, здоровее или нет Ну, не знаю Я, конечно, считаю, что вам пока нужно не мать себе искать А вам нужно искать себе подругу настоящую Соглашусь с Ларисой, что нужна легкая, необременительная Большое количество мужчин мечтают именно о такой подруге На самом деле И вы, как самый настоящий телец, способны быть достаточно стабильным в своем непостоянстве А телец он может быть Ну, телок туда и сюда Вот, да Пусть реклама невесты покажет, на что они готовы ради свадебного марша Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Ван» Идите знакомьтесь с первой невестой Удачи! Здравствуй, Иван Меня зовут Мадлена Мне очень приятно с тобой познакомиться Я думаю, мы с тобой построим очень яркую, неординарную семью Так как мы два нетривиальных человека Вот так вот Вот так вот я не смогу делать Сегодня я пришла на программу со своими прекрасными сватами Лучший друг Александр И лучшая подруга Анастасия Очень приятно, давайте на вас посмотрим Мадлена, 19 лет Изучает биографию звезд Голливуда, увлекается философией маркиза де сада, пишет скандально духовную книгу Мечтает стать знаменитой, а потом безвременно уйти, как Дженнис Джоплин Бисексуально Благодаря строгому мусульманскому воспитанию главные приданные Мадлены Ее девственность В будущем собирается все наверстать Надеется, что они с Иваном родственные души Василиса Сатурн управляет асцендентом, попадает в 12-й дом Такие люди очень часто отрекаются от твоей собственной личности И отрекаются ради чего-то Вот вы, как представитель знака весов И еще с луной во льве Отрекаетесь во имя массовой культуры И желание произвести впечатление на окружающих Таких людей очень много Но есть еще один интересный штрих Соединение Меркурия с Плутоном Такие люди искренне верят в магию слова Им кажется, что если что-то сказал, это обязательно сбудется Непременно Ну, иногда так бывает, далеко не всегда Но вам кажется, что высказанное слово Обладает какой-то особенной силой Раз, сказал, написал книгу какую-нибудь, это сбылось Или просто рассказал о себе И раз, все так и сложилось, как рассказал Как тебе, невеста? Мусульманка Ужас, мусульманка А почему ужас? Более того, уклад не говорю Там причесать, приодеть Это, ну, дело наживное, как говорится Может, даже вы с ней на одной волне Потому что, в принципе, внешность не важна Там, важен быть мозг Мне кажется, она очень умная Но я не понимаю Если очень умная, то такая ширма перед нею Мать, наверное, так со стыда сейчас горит Я бы тебя, извините, убила бы просто-напросто А я? Агностик Агностик человек, который допускает существование Сверхкосмоса, да Чего-то более высшего, справедливое Чем я сама и мы все вместе взяты Веселись и ноутбука, да, правильно А второе А второе Я, ну, Агностик, кто верит и кто не верит То есть, в большей степени я атеистка Потому что это еще не доказано И не надо Я ненавижу религиозных фонастик Ненавижу религиозных Буду защищать религиозных Пишу духовную Послушайте, Мадлена, что у вас настоящего? Цвет волос нет Имя тоже нет 19 лет, и вы девственница Кто же вам поверит, дорогая? Это только в том случае, если мужчины боятся с вами иметь какие-то отношения И они просто вас не желают Так, пошла гнобить бедную девоньку Вы сами по себе, что из себя, что представляете? Что у вас настоящего? Человек, который хочет стать поэтом и писателем Я очень люблю писать стихи Образование вошли Почитайте Образование 11 классов, я только в этом году Почитайте что-нибудь из раннего С удовольствием Печаль воскресшей памяти Красивых звон колоколов Стоишь ты, как на паперте Освободившись из оков Фантазии и странности Смешение счастья и тоски Иллюзии реальности Желание делать вопреки Казнить нельзя помиловать Конечно, сложно все простить Остановившись, чтоб солгать Ты вряд ли сможешь победить Тебя обидеть не смогли Ведь на лице твоем вуаль Сердца детей не сберегли Спасибо Зачем ты закалялись встать? Спасибо Это было прощание С родителем, когда вы сбегали из дома А почему вы меня прервали? Ну потому что у нас не резиновый Нет, у меня хочется о многом другом поговорить Одну маленькую стручку Матвея, я поняла И мне хочется о многом поговорить А кроме вас же еще есть люди Нет, я не пойму Стихи читать пришло, что ли Да Импровизировать нам все Она из подъемки доставила Вот мама посмотрит телевизор Узнает доченьку И ужаснется Ужаснется Более того, приедете в родной город На вас еще пальцем показывать будут Она не поедет туда Вы думаете, что я буду реветь и прятаться по углам А мама не жалко? Кто ты меня увидел? А жалеть в чем? Если она сильный человек, она не будет обращать внимание на мнение толпы Серой толпы Понимаете? Серая толпа, она есть и в провинциях, она есть по всему миру И только личности могут следовать к своей цели Знать, чего они хотят И не обращать внимания на других Да, но это когда ты уже действительно стал гуру Как германика стала гуру у молодого поколения Умница большая Большая книгочтейка Я просто такого эрудита в таком возрасте Просто не встречала никогда Умница и безумно талантливый человек Хорошо, вы приготовили какой-то сюрприз Давайте посмотрим Мне искренне жалко учителей У которых училась Представляешь, она класса наверняка с 8-го с 9-го Уже заявляла собственную позицию по жизни Срывала уроки, говоря Что вы рассказываете про историю? Не так все было Я хочу пригласить тебя, Иван, на белый танец А поможешь мне в этом, мой друг? Иван еще задумался, выходить ли Я очень хочу, чтобы ты меня выбрала Чтобы мы с тобой никогда не обращали внимание На мнение какой-то жалкой толпы А Ивану весело А Ивану весело, да Она ему там лапшу вешает Обрабатывает его потихоньку Мне кажется, просто ты немного не в себе, нет? Я в себе В себе? В себе? Она уже готова, я девочка Обалдеть А ты что, ты в себе, что ли? А? Ты в себе, что ли? Нет, я просто думаю, что сейчас ходать Если есть какие-то вопросы, надо подпишись Нет, вопросов нет Но я не буду готова быть твоей суррогатной матерью Что ты? Потому что я хочу быть просто хорошей женой И матерью своих детей Ну тогда выбери себе музыканта Мужья Нет Ой, мамочка, возьми меня обратно Язык, язык покажи Спасибо Александр, спасибо вам огромное Вы просто необыкновенные Спасибо вам большое Вы можете брать свою подружку и проходить в свою комнату Я привыкла к напарку Поэтому ничего страшного Решила пойти по такой легкой дорожке Куда? В шоу-бизнес О чем здесь говорила? Зачем пришла? Что показала? По-моему, Лариса, извините, что я вас перебью По-моему, все очень понятно, зачем она сюда пришла Понимаешь, я понимаю, вот она бы говорила, говорила Потом взяла бы саксофон И такое бы нам показала Да я бы ей цветы подарила Что-нибудь бы Если у меня есть такой друг Зачем мне самой играть? Я буду танцевать Вы знаете, Лариса, я считаю, что все-таки люди иногда путают эту яркость Пытаются нагнать на себя лишнюю маргинальность И вот этого сумасбродства Какого-то, знаете, сумасшествия Чтобы проявить какую-то яркость Яркость, на самом деле, проявляется, вы правильно сказали, в талантах Конечно Она бы лучше бы занималась Рината Литвинова имеет право приходить блондинкой, заламывать руки И каким хочет голосом, таким и говорит Что хочет Потому что у нее есть такая история уже Что она написала, сыграла, сняла Понимаешь, а здесь что за этим стоит? Она молоденькая, Лариса, она молодая 19 лет Ну, оперный театр Когда-то у меня тоже будет такая история Ты еще молодая Каждый человек начинает с нуля Я, например, не хочу, чтобы девчонки, которые приезжают сюда, разбиваются о двери в этот самый шоу-бизнес Потом кто-то садится на стакан, кто-то на иглу, кто-то идет на панель Не хочу, мне жалко мой народ, мне жалко девчонок Поэтому я хочу сказать, нужно возвращаться к своему цвету волос, выходить замуж, рожать детей Лучше это делать на родине в Узбекистане Потому что здесь таких, как вы, миллиарды своих хватает Можно я добавлю, просто если... А почему вот вы начали заводить тему, то, что такие девушки там начинают колоться, спиваться, что лучше возвращаться куда-то Лариса, я же не говорила то, что я собралась по этой скользкой дорожке Я хочу стать звездой И вам когда-то помогали, и вы все когда-то начали Никто не помогал, абсолютно Но я, хотя я сказала, что у вас была возможность Вы так долго говорили о своих талантах Я прочитала И вы шли, но... Ну, послушайте Погодите, погодите, вот вы говорите А разве когда, ну, например, люди друг с другом знакомятся, ну, там, я не знаю, в клубе, на выставке, в библиотеке Неужели они говорят друг другу? Ну-ка, ну, покажи, что, умеешь там танцевать Ну-ка, станцию Поэтому мы пошли сюда, чтобы посмотреть ваш талант на лице Конечно Это то же самое, чтобы послать Тогда не нужно было заявлять, что вы бисексуалка и защитница А я что, должна вам читать сразу книгу? Сыни сестра в шоу Мадлен, спасибо вам большое, я вам благодарен, проходите в свою комнату, извините А есть, Марш, это заступница? Я думаю, что здесь не добавить, не прибавить нечего Я такая девочка, которая хотела бы вырваться из своей среды и готова своей луной, Вальвей, сделать это любой ценой Но будьте вы милосердные люди, а Я не хочу быть милосердной к тому, как неправильно начинается вот это Вы со мной согласны? Абсолютно Ничего, это уже впечатление у жениха И хочет себя хорошей, приличной невестой показать Давай поженимся теперь вашим мобильным наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Через несколько минут вторая невеста начнет бороться за симпатию жениха Оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас в студии Иван Идите, знакомьтесь со второй невестой Удачи! Привет Здравствуйте Очень приятно, я Катя Иван, очень приятно Мне тоже Спасибо, проходите Такая хорошенькая девчоночка, да? Приятненькая, миленькая Получше, получше Давайте на вас посмотрим Екатерина, 32 года Администратор в салоне красоты класса люкс Психолог по образованию Предупреждает, что все принимает близко к сердцу Мечтает жить в Латинской Америке И научиться печатать вслепую Муж Екатерины ждал наследника И очень расстроился, когда она родила ему дочь Стал позволять себе хамское отношение Развелась Надеется, что Иван – человек с тонкой душевной организацией Ну, с какой душевной организацией, Екатерина, расскажи Ну, в принципе, с тонкой Так что имеет право требовать от мужчины того же Очень сложно устроено С одной стороны, нужно иметь какое-то личное пространство В которое никто бы не вторгался В восходящий уран Дает желание уединяться в какие-то моменты жизни С другой стороны, есть соединение Луны с Венерой в рыбах Очень чувствительное И от любви ждет Вот такого процесса безадресного счастья И нравится само чувство Не всегда важно, что за объект у этого чувства Мужчин любит с деньгами при этом И в жизни женщине очень сложно совместить С одной стороны, мечту о такой прекрасной нежной любви С другой стороны, мужчину финансово крепко стоящего на ногах Редко все это вместе пересекается Но мне кажется, что вы выберете любовь, если что Я представляю уже конец программы Иван, ну что, ну, когда ведущий будет советовать Ивану Какую девушку ему выбрать Он скажет, ну, я даже не знаю, не могу определиться Подскажите, и ему будет говорить Роза А я бы девушкам с такими показателями гороскопа, как у вас Советовала устраиваться на работу туда, где побольше мужчин И там выбирать Точно свое счастье отыщется На завод Почему бы и нет? Или к Розе, например, да, за советом Нравится невеста? Невеста, я вообще не понимаю, что она здесь забыла Вообще, вы же достаточно странновато, когда молодой пацан, 23 года Взрослая женщина Ну, может, я понимаю, что Ваньке наследство покоя не дает Но поняла бы Если вот Ванечка бы за вас боролся бы Это была бы одна ситуация Вы же знаете, ну, для чего я сюда пришел Да, я ищу маму своему ребенку Я внимательно послушала Вы же раздавшая, да, вам 32 года Сможете ли вы вот повторить, так сказать, этот подвиг И выносить мне здорового ребенка? Вань, вопрос не в том, смогу ли Вопрос в том, захочу ли я Спасибо большое А что пришли? Зачем-то пришли, да, я просто не понимаю, чем-то пришли За новым опытом Нам всем интересно Зачем пришли люди, которые... Я изначально... Зачем вы ведете эту передачу? Вы ее вели уже 25 раз Вам не надоело? 780 Представляете, вам не надоело тут сидеть? Я на работе сижу Здрасте, приехали мне за это зарплату платят У всех, у каждой из них мейкап, прическа, одежда, какие-то брюлики Заметьте, на мне нет вообще ничего Я никогда ничего не ношу, вообще ничего А вообще нравятся молодые парни? Вы знаете, опыт общения с ровесниками небольшой Чаще всего это были мужчины старше меня Но вот сейчас, мне кажется, все-таки, когда у человека щелкает тумблер 30 У него что-то с файлами в голове тоже меняется Я поняла, что настоящий мужчина, это не зависит, какого он возраста Скажите, а почему не сложилось с отцом ребенка? Вы были официально замуж за ним? Да, да Через 5 лет только под браком мы решили завести детей И была любовь? Была, конечно И ребенок родился по любви? Да Это было планированное дитя Можно спать в одной постели, при этом находиться в разных спальнях Изменяла? Зачем? Мужу? Вообще-то, знаете, я из мусульманской страны, хоть и христианка А откуда вы? Нет, на самом деле я родилась и выросла в Ташкенте Я не думаю, что девочка со своим цветом волос так интересна окружающим Которая не красится и которая не дает миру возможность оценить А что у тебя сейчас творится в душе? А ну покажи То есть, а я такая, я показываю, я открыта миру А вы смотрите, а Иван тоже хочет спать в отдельной спальне Можно быть ментально, духовно вместе И при этом местоположение вашей спальни, как далеко дверь супруга Или не супруга, просто партнеры, да, далеко Можно быть рядом в разных городах А можно находиться на одной кухне и чувствовать, что воздух можно резать на куски и кидаться Вот чтобы был ваш мужчина, опишите, каким он должен быть? Вот ваш мужчина, он какой? Да меня пока все устраивает Такая странная, противоречивая Не боитесь, что когда вы будете спать в разных спальнях И вы однажды захотите утром ему принести кофе Застаньте рядом с ним молодого человека Все может быть Вас это никак не... И позади журналистов Это просто верх уже пиара И все будет зашибись, я знаю Но у вас ребенок пятилетний А у ребенка должны быть какие-то теоретики? То есть секундочку, это ребенок, у него еще ко мне приедет жизнь Нет, мы же теоретически обсуждаем Я детей вообще в принципе не люблю и смогу терпеть только своего ребенка У меня будут няньки и все прочее Ну вот видите, как мы быстро все разрешили все вопросы Нет, смотрите, вы сказали, что вполне допускаете ситуацию Увидеть своего мужчину с кем-то еще, неважно, мужчина, женщина Правильно ли это? Я не сказала, что моя реакция будет совершенно равнодушной А какой она будет? Ну она будет прежде всего интеллигентной Зенки выцарапывают соперницей, я не собираюсь И бить по лицу тоже не буду Мы видим, что он тоже чуть-чуть не в себе Екатерина, вы очаровательная женщина, жалко, что пришли не по адресу Но у вас была возможность сегодня... Мне было интересно, это главное Показать себя У вас есть сюрприз, я знаю Да Я не пишу стихов Более того, не сумею вам спеть и станцевать Так как не считаю себя к этому сильно талантливой У меня есть так называемые стишата Стишата? То есть он любит какие-то такие маленькие стишки, получается? Чтобы у нас был интерактивный диалог Я вам предлагаю последнее слово Самому угадывать и вслух произносить Это слово в рифму, я думаю, что вам это не составит, когда у нас человек умный в глазах Давайте попробуем Давайте Знают люди разных стран, имя русское Иван Он не пекарь, он не юзер, наш Иван крутой Продюсер Все, за что он не берется, все Ивану Удается Чувствую себя какими-то пятиклассиками Нормально Нормально, вы же молодцы В школе Тидауна, короче, перед меня, короче, я выучил сегодня букву А Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я надеюсь, вас еще увидите у нас на программе, потому что вы нам понравились, вы умницы, вы хорошо говорите. Спасибо. Спасибо. Роза, больше всего вас боялась, честное слово. Имейте право на счастье. Проходите в свою комнату. Я тоже. Я вот хочу сестру спросить. Валентина, вот она ваша ровесница, судя по всему, да? Ну, чуть постарше она. Понравилась вам? Ну, я думаю, что она очень неплохая женщина, просто в формате нашей передачи, естественно, здесь говорить особенно не о чем. Спасибо. Спасибо, я не буду ждать его с распростертыми объятиями тоже. Я честен, я прямолинейный человек. Я сразу на берегу по всем договариваюсь. Что мне надо, что мне не надо. В следующем программе она обязательно себе найдет того, кого ищет. Будем молиться. Роза? Да ты что сказать? Мне все равно в любом случае странноват такие эксперименты. Я понимаю, когда моя дочка, 19-летняя, пришла к 30-летнему. Ну, а что, 32-летняя, что она, пацана не видела, что ли? Ну, ей нужно прежде всего отца ребенка. Ну, денюжка, денюжка. Посмотреть сколько. Вот меня, наверное, внимательно слушала, сколько я там перечислила-то по справкам. Даже волосы покрасила практически под тебя, сейчас еще скажешь. Да, я думала, надо было спросить, какой цвет краски-то у нее. Номер, да? Номер, да. Мне очень понравилось. Умная, ироничная, причем по-хорошему ироничная. Стихи как-то были немножко не в кассу, но, может быть, просто... Почему, за молодого пришла мальчика? Ну, может быть, хотела подчеркнуть этим разницу в возрасте. Вообще говоря, зря вы сами и мы все над ней чуть-чуть иронизировали, потому что вот эта самая Венера в рыбах дает человеку возможность полюбить практически кого угодно. Полюбить искренне, совершенно беззаветно, нежно, со всей отдачей. И даже не важно, кто объект твоей любви вот таким женщинам. Да, жалко, но не он, объект моей любви. Я люблю женщин умных, ироничных, свободно выражающих свои мысли. Не бекала, не мекала. Очень достойно отвечала вам в первую очередь. Поэтому, понятно, себя в обиды не даст никогда и своего ребенка. Очень современная, поэтому я желаю ей счастья. Спасибо. Мне знаешь, что у него не понравилось? Что он какой-то вот такой, что-то его вот... Ему нравится, как бы, знаешь, подшутить как-то, причем не очень по-доброму. Скоро мы узнаем, кто из невест занял место в сердце жениха. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Дава отношениях», и я предлагаю вам и вам встретиться с третьей. Весты, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Иван. Ну, привет. Меня зовут Алина. Надеюсь, мы с тобой подружимся, станем хорошими друзьями. Я тоже надеюсь. Пойдемте. Очень спасибо, проходите. Самое главное для меня, никогда не хамить своих, ну, по сути дела, соперниц, потому что это низко, и до этого опускаться вообще нельзя. Здравствуйте, Алина. С кем вы? Это моя мама, Лира. Здравствуйте. А это моя тетя любимая. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Алина, 16 лет. Учится в 11 классе, заняла третье место в Уфе на соревнованиях по большому теннису. Жалеет, что упустила возможность стать официальным двойником Анны Корниковой. Мечтает быть актрисой театра и кино. Алина поклонится Энрике Глессиесу с 10 лет. Ее не интересуют молодые люди из своего окружения. Надеются, что Иван познакомит ее с певцом, и они будут дружить с семьей. Похоже на Курникову? Ну, знаете, у них есть сходство. Сейчас фотографию покажу. Смотри, Лариса. Прямо одно лицо. Ну, конечно, не одно лицо, но сходство есть. Я вот, честно, я даже не считаю, что он похожий. Просто многие есть. Говорят, что черты какие-то есть. Вы в 11 классе. Почему на домашнем обучении? Просто так получилось. Как бы у меня проблемы со здоровьем были, с позвоночником моим. И сейчас мне приходится обучаться на домашнем обучении, потому что, если буду ходить, там, как бы, такая трясучка может произойти. Ну, столкновение там. Да, 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 да. И сейчас я... Дай вам Бог здоровья. Да, спасибо большое. Я реально считаю, что вот эта девушка очень красивая. И, может быть, она далеко пойдет. Василиса. Девочка жизнь начинает. Сориентируй как-нибудь по звездам ее. Ну, я думаю, что она не очень-то в этой ориентации нуждается, потому что не смогу... Ну, ты не думай, что перед нами робкая 16-летняя ромашка. Нежная, которая способна влюбиться в звезду, там, как-то мечтать о нем. Нет, разве нет? Конечно, все девочки молоденькие мечтают о каком-нибудь дяденьке или принце из телевизора, но наша принцесса достаточно напористая, Марс в ольве восходящий, хочет от жизни всего и сразу, способна добиваться своего, способна быть усердной, обращать на себя внимание активными усилиями. Поэтому, я думаю, что это тоже такой формат демонстрации себя. Нравится этот комментарий Марс в ольве. Что это означает? Не знаю. Очень важно не потерять голову, потому что у вас Венера при рождении стояла в градусе затмения. Это значит, что, когда по-настоящему влюбитесь, способна просто лишиться рассудка. Вот тут очень важно послушать маму, например. Поэтому, мама, будьте, пожалуйста, на чеку. Если чувствуете, что девочка сама не своя, если ее явно несет не в ту сторону, уже не то, чтобы силу применяйте, а как-то пытайтесь взывать к ее разуму любой ценой. То, что Марс мужская планета, а Лев самый такой яркий знак. А тут еще и Марс, и два вещи. Ты же у нас астролог, ну, поясни мне. Ты же у нас астролог. Я не астролог. Роза? Ну, Лариса, у нас вообще такого не было, чтобы мы 16-летнюю девушку замуж выдавали. Но сразу хочу предупредить, значит, все у нас законно. И с точки зрения, с юридической стороны тоже все соблюдено верно. Мама, доченьки, здесь. Приехали вы на программу добровольно. Так что с нас взятки гладкие, как говорится. А вы откуда? Нам никаких претензий. Из Уфы? Вы кто в функциональности? Ну, я наполовину татарка. Наполовину русской. Вам судьба на татарчик везет. Вы собираетесь познакомиться с Энрике. Как бы хотелось бы. А что за любовь у вас к нему? Вот какая? Как к творческому человеку? Или вот просто не дает вам спать спокойно? У меня нет такой любви, чтобы прям, ааа, Иглесиас, и бежать к нему. Нет, я не такая фанатка, не такая поклонница. Потому что я общалась с такими девочками, которые уже зарубили себе в мозгу. Там, то, что все, я вырасту, я стану звездой, я выйду за него замуж. Пошла эта Курникова куда подальше. И все они ночуют меня под окнами, да. Вот, пожалуйста, элементарно даже, вот. Так что нет у вас под окнами они ночуют. Они видят какую-то связь и пытаются хоть как-то, видимо, приблизиться. Я считаю, ну, меня жаль. Особенно мне нравится, что все искренне верят, что Курникова с ним. А у вас была история, когда вы могли попасть на сцену? Может быть, расскажите. Это было в апреле, то есть это когда как раз он приезжал. Просто не странная причина, когда не получилось, ракетки не было. Да, очень-очень-очень-очень глупая и странная причина. В общем, так получилось, мне предложили немножко поработать с ее двойником. За это бы я получила бы проход за кулисой к Энрике. Я, конечно, была счастлива, но потом оказалось, что надо было сняться как бы в роли теннисистки. Я сама теннисистка тоже занимаюсь, теннисом, но... Но не взяли ракетку. Да, но ракетки не было. И поэтому не прошли. Но это же над вами поиздевались. Если они все это могли устроить, провести вас за кулисы, уж ракетку-то они наверняка бы нашли. Я вот тоже об этом подумала. Пусть ее выберет, а вот я за нее болею. Прямо зато не болею, она какая-то оказалась неадекватная. А это очень миленькая девчонка. А вообще мечта какая у вас? Вот закончите в этом году один из классов, куда будете поступать? Конечно же, я хочу поступить туда, куда я смогу. Человек будет поступать туда, куда он сможет, а не туда, куда он хочет, понимаешь? У меня большие цели. Я стремлюсь, стараюсь. Хотела я на журналиста попробовать. Потом как бы актрисой хочется стать, тоже попробовать себя в этой роли. Возможно, юристом. Алина, а в роли мамы суррогатной вы себя не видите? Как сказать? Просто я с одной стороны одобряю эту суррогатность, но с другой стороны нет. Нет, нет, ты себя. Ну, себя. Вот, Ване конкретно это нужно. Если мне будет лет 26-5? Здрасте. А зачем? С какой стороны вы одобреете тогда, расскажите? Если человек совсем нет возможности родить, допустим, совсем никакой, тогда еще я бы одобрею. А как вы попали вот на тот концерт к Энрике-то? Как? Билеты купил чайно. Мне кажется, что она-то девочка милая, так он ее не достоин. Уж больно, но какая-то чистая. Скажите, а почему теннис? Ну, не потому что же Курникова. Нет, это абсолютно вообще. Может быть, потому что это очень доходный спорт. Она здесь. И многие люди, занимаясь вот именно теннисом, становятся богатыми. Может быть, из-за денег? Нет. Нет. У меня деньги никогда не знают. По поводу Курниковой, в интернете под фотографией Энрики и Курниковой вы написали. На этом месте скоро буду я. Писали? Не знаю. Ой, 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 сейчас только в отказку. Не надо, не надо. Я тоже имею право на то, чтобы себя показать. Почему нет? Проживайте, милая, свою собственную жизнь. Вы такая хорошенькая. У вас рядом и тети любящие, и мама любящая. Перешагните уже через это. Вы взрослая девочка. И встретите своего парня. Конечно, вам Иван не нужен. Зачем вам становятся суррогатные мамы? Вы что, нищая? Ну, нет, конечно, я не собираюсь суррогать мамы. Просто дружить, если даже общаться. Пока вы нашли рядом. А зачем, как вы думаете, для какой дружбы вы нужны Ивану? Нет, я же ему не навязываюсь. Покажите сюрприз, пожалуйста. Они все какие-то есть, да, на самом деле, не совсем адекватные, по-моему. Или чем-то перепуганный. У сестра вообще у нее... У тебя был бы такой брат, я думаю, у тебя было бы еще хуже выражение. Представляете, такого брата она имеет? Так она просидит всю передачу, как мумия. Ну, я решила исполнить песню Энрике, раз уж так. Я знаю, ты, конечно, знаешь эту песню, Hero. И поэтому подпевай. Буду очень радостно, не поддержишь. Она ему понравилась, он все-таки ее выберет. Я за них, они хорошая пара. Спасибо. 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 Это напоминает мне какой-то вечер в караоке. Когда гости из этого стола, что-то... Ну, реально, смотрите, они очень хорошо смотрятся. Я... Спасибо. Не надо думать, что я тут же сдаюсь. Но если я реально вижу, что девчонка отличная, она лучше меня. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Забирайте свою дочку и проходите в комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ах... 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 Ты такая молодец. Ты так раздражалась вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Делитесь впечатлениями. Я хочу сказать, что она, во-первых, очень смелая девушка. Спасибо ей большое. Я думаю, что это лучший сюрприз, который был сегодня. Мне, правда, это очень тронуло. На самом деле девочка очень приятная. То есть на нее приятно смотреть, ее приятно слушать в силу ее возраста. Прям светлый такой человек. Да, приятно, конечно. А мне знаете, что понравилось? Что рядом мама и тетя. Я когда приехала сниматься в первом своем фильме, со мной тоже была мама и моя крестная. И мне так было стыдно, что там Никита Михалков, все, а мама мне приходила и приносила какие-то творожки. И все, я говорила, уходи. Как же классно. Уходи, чтобы вас не видели. Сегодня только я это оценила. Какое счастье, что есть такая поддержка, которая понимает, не высмеивает ее, не издевается над ней, а понимает, что перебесится, вырастет, повзрослеет. Но лучше они будут сегодня рядом с ней. Лучше они ей это позволят. Это так мудро. Между прочим, на заметку всем родителям. Правильно. Молодость – это не порог. Мне кажется, все-таки, когда вот влюбляется в актеров, в певцов, это какой-то уход от реальности. Дет, родители должны что-то другое делать здесь. Не только вот ехать к нам там, ну в данном случае к вам в 16 лет. Нет, что-то другое должно быть. Где-то что-то неправильное. Если вообще говорить, мы относимся к вас. Она вырастет. Она вырастет. И будет благодарна, и будет вместе с мамой и тетей смеяться в 19 лет и говорить, боже мой, какая я была дура, когда у нее появится уже реальный человек. Потому что здесь даже намеков нет на шизофрении. Просто даже близко нет. Она не сумасшедшая фанатка и точно не будет возле вашего дома спать на полу. Вот именно правильно Лариса говорит. Она вырастет. Я не бешеная фанатка. Да, под окнами не ночуешь. Когда я вижу такого человека, который себя ведет как совершенное оружие, который на все готов, я понимаю, что очень важно, кто выставляет этому человеку цели, к которым этот человек потом идет. Вот с одной стороны, хорошо, что мама и тетя рядом, но очевидно, они пока не те люди, которые ставят перед ней цели, потому что она пока ими крутит в связи со всеми этими событиями. Приезд на передачу и поход на концерт стараются для нее, понятно. Но я хочу ей искренне пожелать беречь свое сердце и беречь свою голову. Ради будущего настоящего мужа и детей. Ну вот Василиса правильно знала. Валентина Александр, вы знаете своего брата и друга, поэтому точно знаете, к кому ему идти. Ну понятно, что ту женщину, которую он хотел сегодня найти, ее здесь просто нет. Но если поддержать или для дружбы, мне очень понравилась вот последняя девушка Алина. Она очень искренняя, мне кажется, добрая. Спасибо. Алина, Свет, мы маленький человечек, поэтому я думаю, что Иван, если захочет, что-то сможет ей дать в виде своей дружбы. Доченьку он тебе понравился? Да, конечно, Иван мне понравился. И я думаю, что у меня есть шансы, все шансы выйти к нему по сравнению с другими. И если он зайдет сюда, то я с ним выйду. Значит, категорически не к Алине, что вы ей можете дать 16-летнему подростку, у которого еще не сформировалась ни психика, ни мировоззрение. Поэтому категорически нет. Конечно, здесь есть сегодня ваша женщина, это Екатерина. Парень нервный, легко возбудимый, неадекватного о себе мнения, что вас так пугает. Вы не собираетесь с ней спать, у вас будут разные комнаты. У нее уже есть здоровый ребенок. То есть показатель, что второй ребенок родится здоровым. В моей квартире, да? Спасибо. Что родится здоровый ребенок. У вас была цель прийти, вам нужна суррогатная женщина. Поэтому она вам родит здорового ребенка. Она умница, она красавица. Вы с ней договоритесь. И я вам советую, обязательно, если хотите, суррогатную маму, даже есть пункт в контрактах, что женщина, которая еще не рожала, не может стать суррогатной мамой. Поэтому Екатерина идеально вам подходит. Роза. Ну, может, Екатерина идеально подходит, но, мне кажется, она сама не согласится. К сожалению... Ну, может быть, бесплатно-то и не согласится никто. А там остальное все идет договор. Ну, мне кажется, что можно было бы помоложе, в конце концов. И чтобы поменьше всяких рисков было для вас и для ребенка. Но никого не вижу здесь. Василиса. Я, конечно, считаю, что не за суррогатной мамой вы пришли, а для того же разнообразия впечатлений, что и Екатерина. Поэтому я вам советую взять у всех троих девушек телефоны. Вдруг пригодится в жизни. Тоже какое-то разнообразие. Могли. Ну, понравился же герой. Ну, отчасти да, отчасти нет. В чем-то, может быть, мы сходимся, в чем-то нет. Посмотрим, увидим, выйдет ли он за мной. Ну, поскольку вы уже определились, идти вам или не идти куда-то, пожалуйста, проходите. Мы вас в любом случае поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Александр, 26 лет, номер 1822. Музыкант и консультант в музыкальном салоне. Ищет творческую натуру, с которой будет гулять по парку. Вадим, 30 лет, номер 1830. Танцор и тренер в фитнес-клубе. Ищет воспитанную девушку спортивного телосложения. Мы не знаем, выйдет Иван Адин или с избранницей. Проходите, давайте его поддержим. Я надеюсь, что мы будем с тобой дружить. Я просто готов тебя поддерживать, как-то, может, чем-то помочь или сделать твою жизнь ярче. Ой, Иван, спасибо. Я-то серьезно, спасибо. Да. Спасибо. Я буду с тобой. У нас есть пара Иван и Алина. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполнять анкеты на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. У меня представление садьбы, что это такой большой праздник. Этот мужчина любит больше всего на свете себя. Я привык к дисциплине, я привык, что нужно решать вопросы. Санюк, короче, с женщиной нужно считаться. Женщина тоже человек. Об этом-то и речь. Дайте я вам пожму руку. Какая вам молодец. Главное, что напарник набросились. Да ну кто набрасывается? Хотел прикоснуться к высокому. Но знаете, с солдафоном-то тоже ничего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова